МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Аким Кустанайской области провел отчетную встречу с населением, на которой ему было задано порядка 30 вопросов. О чем спрашивали кустанайцы и что на это отвечал Архимед Мухамбетов, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. В конце прошлого года жители аварийного дома переселили в новые квартиры. Но, как оказалось, и там есть свои проблемы. Одна из них – это вода, которая льется прямо с потолка. Камила Солкомбаева расскажет подробнее. Чтобы трудоустроиться, люди с инвалидностью предпочитают молчать о своем заболевании. Куда обратиться человеку с ограниченными возможностями, если его не берут на работу? В материале Натальи Басмурзиной. Премьер-министром Казахстана назначен Аскар Мамин. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства. Как сказано в твиттер Аккорды, президент Нурсултан Назарбаев сегодня внес на рассмотрение мажелиса парламента кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министром. Депутаты его кандидатуру одобрили. Другим темам. Аким Кустанайской области провел отчетную встречу с населением, где ему задали порядка 30 вопросов. Большая их часть касалась социальной сферы. Люди просили обеспечить их жильем, отремонтировать школы и дороги к селам. Но были и те, кого беспокоили отсутствие инвестиций, развитие промышленности и смена часовых поясов для региона. Обо всем подробнее расскажет Татьяна Калюжная. Первый вопрос на встрече Акима Кустанайской области с населением касался переименования улицы города в честь доктора-травматолога Дмитрия Герасимова, который умер в январе этого года. Сегодня в Кустанай по этому поводу идет активный сбор подписей от горожан. Я вот поддерживаю в целом. И председатель комиссии у нас Женубаев Марат Хонспаевич, мой заместитель, здесь присутствует он, даю поручение. То, что от нас зависит в области, на оригинальном уровне, надо поддержать и все документы подготовить. У нас аномочическая комиссия состоит из авторитетов людей и надо в целом посодействовать. Помогите. Немало вопросов было задано относительно предоставления жилья молодым кадрам и малообеспеченным людям. Аким отметил, что решаться проблема будет постепенно. Директор одной из Карасовских школ, которую ждет закрытие, интересуется вопросом подвоза детей в школу. Управление образования отчитывается, автобусы будут куплены. Жители села Ждановка Кустанайского района сетуют на плохую дорогу, но чиновники подчеркивают. Проект есть, сейчас проходит экспертизу, дорогу приведут в порядок. Уркаш в настоящее время уже бедствует, осталось мало людей, всего 117 человек. По инвестиции привлечь Уркаш, потому что там подземные богатства, вода, железная руда, боксит и остальные таблицы Менделеева, все есть. Но, однако, сейчас ни одного инвестора нету, народ разъезжается. Сегодня КБРУ, раз на октябрь запросит трудоуправление, ведет добычу. Нам надо еще, конечно, на разведку работу объем надо увеличить в этом направлении. Учитель села Ждановка Кустанайского района рассказывает, что школе нужен капитальный ремонт, а жители Лисаковска беспокоят протекающие крыши дома Милосердия. Аким поручает решить эти проблемы. Центральный водопровод просят жители села Бурли Корабловского района. Сегодня за флягу питьевой воды они отдают 150 тенге. Как оказалось, работы по строительству водовода должны начаться в этом году. Нас поставили в известность ГАЗа и МАК, что мы должны будем все поголовно соответствовать пункту 8, который гласит. Если я меньше потребляю газа, с меня берут штраф. Если я больше потребляю газа, с меня опять берут штраф. Вот здесь Крем-ЗК, департамент областной. Разберитесь тоже. Это законно, незаконно? Проверьте. Вот то, что они поднимают. Узенкольцы просят решить проблему отсутствия при школе-интерната. Его закрыли несколько лет назад, но сейчас вновь появилась необходимость. Аким Узенкольского района отметил, что в райцентре идет объединение двух детских садов. Здание одного из них будет передано школе для интерната. Жительница Тарановского района озвучила идею о возврате к устанайцам природного времени. По ее словам, в районе идет сбор подписей, их поддержку, перевода часов. Этот вопрос надо изучить. Во-первых, есть еще обратная сторона медали. Есть люди, которые, наоборот, просят, чтобы мы остались в одном числовом полисе с основной нашей столицы. Поэтому изучим давайте. Сейчас, однозначно сказать, что большинство письмо передайте, сколько у вас человек. Мы изучим. Мы занимаемся этим вопросом, но ответ вам дадим письменно. Всего на встречу было задано порядка 30 вопросов. У тех, кто не успел озвучить свои проблемы, Аким области поручил помощникам записать их. Ответить Архимед Мухаммедов тоже обещал письменно. Монорбек Асколов и Татьяна Калюжная, РТН. Жители мансардных этажей по проспекту Кубланды-Батыра обратились в редакцию «Алау» за помощью. Уже несколько месяцев они не могут решить проблему. Регулярно с их потолка стекает вода, а когда наступают сильные морозы, на потолке и вовсе образуется лед. Усугубляя ситуацию сырость и плесень, жильцы обратились и в городской отдел строительства, но результата пока нет. На месте побывала Камила Солкомбаева. Несколько лет назад жители общежития по проспекту Кубланды-Батыра-2, которые официально признали аварийным, ждали переезда в новые квартиры. И вот в декабре 2018 года их расселили на мансардные этажи дома 4Б и 8А, там же на Кубланды-Батыра. Правда, радость от новоселья была недолгой. Люди рассказывают, что спустя несколько дней после переезда они столкнулись со знакомыми по аварийному общежитию проблемами. Заехали, сразу в первые дни началось вот это вот. Как-то испугались, потолки сразу этот. Вот соседи вообще порвались из-за этих гвоздей. И каждый раз, когда дверь открываешь, вот такая вот ерунда. Потолки текут. Вот видите, у нас на потолке мокро, вот эта вот вода капает на кухонный гарнитур. А когда сильно мороз, здесь прям вот так вот бывает лед. И вот видите, вот плесень, я вот обой заклеил мне, вот весь обой, вот этот вот, весь плесень, вот он. Вот видите, уже потолок плесени уже. Потолок опускается, потому что вытяжка, получается, идет в потолок. Она не выходит никуда, ни на чердак, никуда, она просто надувается. Недавно у меня бежала с потолка в кухне, прям вода по лампочке бежала. Вот новый дом, а уже текет крыша. Там, где проводка. Жильцам дома номер 8 повезло чуть больше. После обращений к подрядчикам у них побелили потолок и подклеили то, что осыпалось. Правда, такого косметического ремонта хватило ненадолго, рассказал Сергей Сударкин. Потолок начинает сыпаться, вот полностью здесь, вот в туалете и на кухне. Вот тоже такая же. До этого не было пятен, вот пятна появились. Уже обращались не раз с этой проблемой. Они говорят, будем делать, и результата никакого нет. Смотрите, сегодня же мороз на улице. Вот у меня на потолке это лед. Как оказалось, жильцы горе-домов писали совместное заявление в отдел строительства Акимата города. Сразу как обнаружили недочеты. Ответ получили спустя почти месяц. Рабочим проектом предусмотрено утепление кровли толщиной 200 мм. После проведенного комиссионного осмотра отклонений и нарушений от проекта по утеплению кровли и устройству вентиляционных коробов не выявлено. Ввиду того, что все мокрые процессы, а это устройство бетонных полов, вкладка межквартирных и межкомнатных стен, а штукатуривание стен были выполнены в осенний период, что повлекло за собой повышенную влажность, которая в ходе отопительного сезона должна нормализоваться. Но отопительный сезон ситуацию не нормализовал. С первого обращения жителей мансардных этажей прошло несколько месяцев, но ситуация так и не изменилась. Плесень, сырость, выпирающий и осыпающийся потолок – все так же радуют глаз. Будет ли оказана помощь жителям этих мансардных этажей, попытаемся выяснить в Акимате Кустаная, куда мы направили официальный запрос. Диара Хмеченко, Мила Солкомбаева, РТН Два факта нападения на жителей Кустанайской области злоумышленников расследуют полицейские региона. В одном из районов нетрезвый сожитель напал на женщину, а в житикаре разбойник набросился на пенсионера прямо в магазине. Об этом, а также о спасении детей и взрослых из снежной ловушки в нашей рубрике «Коротко». Покушение на убийство женщины обвиняется житель Кустанайской области. Преступление, как нам стало известно, было совершено 19 февраля в Новорзумском районе. Информацию в ответе на запрос подтвердила пресс-служба департамента полиции Кустанайской области. По предварительным данным, расследование к местной жительнице пришел нетрезвый сожитель. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой он нанес несколько ранений. Новорзумским отделом полиции по факту причинения телесных повреждений 39-летний пострадавший проводится досудебное расследование. Также устанавливаются причины совершения подозреваемого преступления. А в житикаре резаные ранения получил пенсионер. Разбойник ранил пожилого человека в магазине. Разбойное нападение было совершено в одной из продуктовых торговых точек. В ходе расследования установлено, что задержан ранее судимый 54-летний мужчина. В магазине он увидел, как 70-летний пенсионер расплачивается за продукты, потребовал последнего деньги. Получив отказ, подозреваемый кухонным ножом ранил потерпевшего. Полицейскими проводится досудебное расследование по статье «Вооруженный разбой» Уголовного кодекса Казахстана. Автомобиль с детьми вызвали из снежного плена спасателей в Кустанайской области. Спасательную операцию провели 21 февраля недалеко от села Целинное, в 45 километрах от Таркалыка. В снежном плену оказались два автомобиля с шестью пассажирами, среди них было двое детей. Силами Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда была проведена работа по вызволению и спасению людей из снежного плена. Используя технику высокой проходимости Нива «Марш Бронта», спасатели в составе двух человек эвакуировали пассажиров в город. Состояние спасенных было оценено медиками как удовлетворительное. Сотрудники Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда рекомендуют зимой при неблагоприятных условиях по возможности оставаться дома и ответственно относиться к оповещениям о штормовых предупреждениях, таким образом обезопасив себя и окружающих от неблагоприятных последствий. Люди с ограниченными возможностями сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Многие работодатели не хотят брать их на работу, хотя со своими обязанностями они вполне могут справиться. Какие еще трудности при поиске работы возникают у людей с инвалидностью и как государство помогает им в этой проблеме, выясняла Наталья Басмурзина. У Игоря Серкова первая группа инвалидности, но несмотря на это уже 12 лет он работает юристом в городском обществе инвалидов. Для людей с ограниченными возможностями такой долгий срок работы сродни везению. Сегодня не каждый руководитель захочет отдавать этим людям рабочее место. И многие инвалиды предпочитают замалчивать о состоянии своего здоровья. Об этом Игорь Анатольевич узнает на проводимых им консультациях. Когда трудоустраиваются на работу, приходят тоже за консультацией и говорят, что они инвалиды. Тоже боятся вот этого, что работодатель может узнать, что человек инвалид и не принять на работу. Были случаи, когда человек говорит, что он инвалид, все это работодатель принимает, но потом через какое-то время находит какие-то причины, чтобы человека уволить. Почему так поступают некоторые работодатели, Игорю Анатольевичу сложно сказать. По счастью, он лично с этим не сталкивался. Зато из проводимых консультаций знает о другом. Многие люди, получившие инвалидность, имеют смутное представление о своих правах. И очень часто находятся в заблуждении. Ситуация такая возникает, что люди, которые, даже у кого-то третья группа есть, они не знают своих прав, не знают трудового законодательства и считают, может, кто-то подскажет, что при трудоустройстве на работу якобы могут лишить инвалидности. Приходится объяснять, что это совсем разные сферы. И всё же более остро стоит вопрос самого трудоустройства. Доброе начало проведения ярмарок вакансий на практике не всегда имеет ожидаемые результаты. И государство применяет систему квотирования. Начиная с 2016 года установлены квоты для трудоустройства инвалидов. На сегодняшний день по городу Кустанай на 180 предприятиях создано 868 рабочих мест для инвалидов. Но эти цифры необходимо увеличивать, а сами специальности разнообразить. Поэтому госорганы обращаются к руководителям кустанайских организаций. Работодателям не стоит бояться трудоустраивать лица с инвалидностью, так как они в данной категории граждан нуждаются в нашей помощи. Поэтому необходимо побольше создавать рабочих мест работодателям для трудоустройства данной категории граждан. Если же человеку с инвалидностью отказали в трудоустройстве или неправомерно уволили с рабочего места, ему необходимо обратиться за помощью в соответствующие органы. Ими могут стать суд, прокуратура и управление по инспекции труда Акимата Кустанайской области. Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН После рекламы мы продолжим рассказывать о событиях. Не переключайтесь.